Good afternoon, pupils! Добрый день, ребята! The topic of the lesson is daily routine. Тема урока – ежедневная рутина. Let's start from reading minute. Начнём с минутки чтения. К, у, т, ка-т, ка-т, ка-т. Н, у, т, на-т, на-т, на-т. Х, у, т, ка-т, ка-т, ка-т. I see a nut, said hun. Hun ran fast to the nut. But Ted did not run fast. Ted fell. I have a cut, Ted said. My leg is red. There is a hut, said hun. My cut is bad, said Ted. We cannot run. Ted was sad. But hun was not sad. Here, Ted, said hun. Here is a nut. Let's start the lesson. Начинаем урок. Look at the exercise 4 at page 36. Упражнение 4, страница 36. Пьёпуз-бук. Listen and repeat. Послушай новые слова и повтори. Eight o'clock. Eight o'clock. Восемь часов. Breakfast. Breakfast. Завтрак. Lunch. Lunch. Обед. Dinner. Dinner. Ужин. Get up. Get up. Просыпаться. Вставать. Have a shower. Have a shower. Принимать душ. Brush my teeth. Brush my teeth. Чистить зубы. Do my homework. Делать домашнюю работу. Do my homework. Внимательно посмотри на слова и выражения, которые обозначают время суток. Чтобы сказать, что ты делаешь утром, используй фразу In the morning. In the morning I go to school. Вечером я смотрю телевизор и ужинаю. At night. Ночью. At night I go to bed. Ночью я ложусь спать. Для того, чтобы правильно составить предложение и рассказать о своем распорядке дня, нам предстоит выучить правильное использование настоящего времени в английском языке. Present simple. Настоящее простое время. Обрати внимание на пример. I go to school at eight o'clock. В данном примере используется глагол go. Когда мы говорим о себе, то глагол в настоящем времени нам изменять не нужно. Мы можем взять любой глагол из словаря и использовать его в этой форме. Следующий пример. Если мы говорим о ком-то в единственном числе в настоящем времени, то мы используем окончание s для глагола. И действует с этими глаголами такое же правило, как и правило использования множественного числа. Вспомни, если слово заканчивается на шипящий согласный, то мы прибавляем окончание es. То же самое происходит и в настоящем простом времени. Только теперь не с существительным, а с глаголом. Посмотри, например. He brushes his teeth in the morning. По утрам он чистит зубы. Мы использовали глагол brush и прибавили к нему окончание es. Следующий пример. She plays the guitar in the afternoon. Днем она играет на гитаре. Глагол play используется с окончанием es, place, так как мы говорим о девочке. Третье лицо – единственное число. It runs very fast. Если мы говорим о ком-то, что не является человеком, используем местоимение it, вспоминаем правило. И также это единственное число – третье лицо. В данном случае мы видим на картинке гепарда. Поэтому он бегает очень быстро. Глагол run – бежать используется с окончанием es. It runs very fast. Now let's do the task for formative assessment. А теперь пришло время выполнить задание на формативное оценивание. Вернись к маршрутному листу, внимательно прочитай задание и выполняй самостоятельно. Good luck! Желаю удачи! Goodbye! The lesson is over!